Круглые сутки на страже общественного порядка находятся сотрудники Росгвардии. Их труд порой незаметен, но очень важен. О том, кто оберегает наш покой, в специальном материале нашего коллеги из Росгвардии. Служебные внедорожники с мигалками, краповыми полосами и надписью «Росгвардия на борту» в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность жителей Нарьинмара и поселка Искателей. Группы задержания окружного отдела вне ведомственной охраны всегда в движении и готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. В настоящее время по централизованной охране отдела вне яснохраны находится более 200 объектов различной фронт собственности, а также мест проживания и хранения имущества граждан. Централизованная охрана объектов заключается в постоянном наблюдении за состоянием средств сигнализации, регистрации и срабатывании, а также направлении групп задержания на охраняемые объекты для отработки сигнала тревога. В группах задержания служат, как правило, молодые и крепкие ребята, недавно вернувшиеся из армии. Прежде чем заступить на свое первое самостоятельное дежурство, они проходят специальное обучение и стажировку у опытных сотрудников вне ведомственной охраны. Один из новобранцев среди водителей группы задержания – уроженец Ненецкого округа, младший сержант полиции Максим Филиппов. На службу в группу задержания вне ведомственной охраны я пришел сразу после срочной службы в вооруженных силах Российской Федерации. Служить нравится, нравится охранять спокойствие и благополучие жителей нашего округа и города. С начала года сотрудники вне ведомственной охраны Росгвардии помогли раскрыть три преступления, связанных с причинением гражданам телесных повреждений и повторным управлением транспортным средством в состоянии опьянения. При патрулировании улиц группы задержания выявили и пресекли более 200 административных правонарушений. Основным правонарушением является появление граждан в общественном месте в состоянии опьянения. При наличии соответствующих признаков опьянения данное граждане доставляется в МВД России по Ненецкому автономокругу для дальнейшего разбирательства. Также группа задержания выезжает по заданию оперативного дежурного у МВД, для оказания помощи гражданам, обеспечивает охрану место происшествия до прибытия сотрудников полиции. Напомним, если вы стали свидетелями правонарушений, незамедлительно сообщите об этом по телефону дежурной части 9-20-20 или 4-88-20. Сергей Шарун, Иван Сысоев, Телеканал «Север». Продолжение следует...